Всех с днём рождения! Спасибо, что приехали. Знаю, что среди гостей есть много людей с отдалённых городов. Двойное спасибо тем, кто приехал издалека. Мы обязательно приедем и в ваши города в будущем, но пока сегодня мы собрались в Днепропетровске. Многие из вас являются участниками клуба трейдеров «Картель» давно, но знаю, что среди вас есть и те люди, кто только перед этим съездом узнал о нашем клубе, люди, которые только присоединились. Если не трудно, поднимите, пожалуйста, руки здесь, для того, чтобы я увидел, кто новые люди в клубе трейдеров «Картель». Отлично! Мы очень хорошо растём, поскольку у нас здесь много новых людей, то я расскажу вкратце историю нашего клуба, расскажу, к чему мы выросли, куда мы стремимся дальше. Потому что на шестой год нашего существования у нас огромные планы. Итак, клуб трейдеров «Картель», как вы все уже слышали, был создан 5 лет назад. Стартовал данный клуб на базе учеников, которые у меня учились, на базе трейдеров, которые совместно со мной постигали рынок Форекс. Я к тому времени уже 5 лет был в трейдинге, многое знал, но многого ещё на то время не знал. Стабильность была, но большими депозитами на то время не управлял. Как раз был момент моего профессионального становления, и с друзьями, которые помогали мне расти, мы создали чат. На то время, на самом деле, чатов было очень мало, в отличие от сегодняшнего времени. И наш чат базировался на принципах взаимоуважения, взаимопомощи, взаимоподдержки. Все трейдеры помогали друг другу, коммерческой составляющей данного проекта не было, как в принципе нет её и до сих пор. То есть никаких вступительных взносов нет. Все стараются помогать друг другу для того, чтобы совместно расти. После двух лет существования данного чата мы решили преобразовать данный чат в клуб трейдеров. Съехались трейдеры с разных городов. Это был и Архангельск, и Самара, Львов, Киев. Из Днепра ребята были. Мы встретились, пообщались, решили, что пора расти, пора организовывать клуб. Мы решили дать ему такое интересное название «Картель», которое как раз объясняет ту деятельность, которой мы занимаемся. «Картель» — это объединение людей, которые объединяются совместно, либо объединение бизнеса, либо объединение отдельных участников бизнеса, которые объединяются для того, чтобы сделать рынок более удобным под себя. Вот мы и собрались для того, чтобы рынок Форекс работал во благо всех трейдеров клуба «Картель». И, кстати, нам очень хорошо получается, потому что мы взрастили звезд трейдинга. Среди наших участников есть такие звезды, как Азиз Халиков, который здесь сидит, и много других, которые управляют огромными депозитами, которые показывают стабильную доходность. Часть из них — Тима, управляющие в компании «Герчик и Ко», часть из них — управляющие в других компаниях, часть успешных трейдеров торгуют на своих счетах. Но могу сказать, что выживаемость в трейдинге в коллективе много выше. Именно поэтому проводятся вот такие мероприятия для того, чтобы вы могли пообщаться, поделиться опытом, узнать что-то новое и помочь друг другу расти. На следующий год у нас огромные планы. В этом году мы зарегистрировали общественную организацию международную. Буквально через неделю мы получим документы на общественную организацию. Будем открывать ячейки в многих городах Украины, России. В ближайшее время будет перевод на ряд иностранных языков. Огромный интерес к клубу трейдеров «Картель». Был вызван в Азии, в странах Азии. Поэтому мы собираемся очень активно расширяться, выходить на международные рынки с идеей взаимопомощи трейдеров трейдерам. Планируется, уже планируется, уже ведется подготовка к съезду клуба трейдеров в Мексике, который организовывают наши партнеры. Поэтому расти нам есть куда, будем расти совместно. Также онлайн представительство клуба трейдеров «Картель» перерастает в социальную сеть. То есть в течение шестого года нашего существования вы увидите социальную сеть трейдеров клуба «Картель». Будут представлены возможности и для обучения в рамках этого проекта. Онлайн обучение. Будет представлена возможность продвигать какие-то свои продукты. Будет представлена возможность зарабатывать участникам данного клуба на своих знаниях, возможно на своих консультациях, где-то продвигать свои счета для привлечения клиентов. То есть мы сделаем такую среду, где все трейдеры смогут найти для себя удобный формат для реализации своих талантов, своих знаний, своей успешной торговли. То есть все делается для того, чтобы вам было удобно. Возможно, есть у кого-то в зале какие-то вопросы ко мне. Поднимайте руки и говорите. Да, я вас слушаю. Подождите секунду, потому что у нас просьба ко всем, кто хочет задать вопрос. Нужно говорить в микрофон, потому что нас смотрят много людей. Здравствуйте, Иван. Меня зовут Сергей Пьевный. Я являюсь трейдером Герча Кико. У меня такой вопрос по поводу законодательства. Я так понимаю, вы хотите организовать общественную организацию, открываете ее, да? И один из вопросов. Отсутствие закона о Форекс-деятельности в Украине. Вы собираетесь поднимать этот вопрос, каким-то образом продвигать, может быть, инициировать принятие этого закона? Ну, вы поняли, о чем я говорю? Есть закон 2290. Да, я... Зарегистрированные в Верховной Раде, которые отклонили его, да? И сейчас у нас нету в Украине, как бы, Форекс-компании, которые работали бы в законодательном поле Украины. Все они являются зарегистрированы где-то в офшорах и здесь работают как нерезиденты. Да, я понимаю ваш вопрос. Ну, наверное, вы тут соединили вместе две компании. Первая – это Клуб Трейдеров Картель, общественная организация. Она имеет право существовать просто благодаря общему интересу трейдеров. Это не коммерческая организация, не коммерческой составляющей в Клубе Трейдеров нет. И, как бы, он может существовать просто на интересах всех нас, кто здесь собрались, то есть для общего блага. По законодательству Украины относительно рынка Форекс. К сожалению, да, пока законодательство под цивилизованное существование Форекс-компании в Украине не готово. Но я знаю, что над ним ведется работа, я знаю, что над законодательством трудятся очень умные люди, среди которых много друзей Александра Герчика, которые к нему звонят по этому поводу, общаются, консультации идут. Но я думаю, что это процесс длительный. Все мы знаем, как долго Белоруссия готовилась к лицензированию. Кстати, лицензии в Белоруссии компания Герчик Антко получила. В России еще дольше велась подготовка к регулированию рынка Форекс. И, честно говоря, на данном этапе еще много вопросов к этому законодательству. Поэтому, я думаю, в Украине тоже рано или поздно появится цивилизованный рынок. Если в наших силах будет повлиять на это, мы будем стараться. Спасибо. Еще вопросы? Отлично. Если вопросов нет, передаю тогда микрофон следующему спикеру. Как всегда, Александр Герчик вне регламента. Те, кто меня не знают, все думают, что я очень добрый. На самом деле, все остальные, кто меня знают, знают, что я очень жесткий. Кто со мной либо сотрудничает, либо у меня учился, я всегда очень жестко отношусь, потому что трейдинг на самом деле это наука. Люди, которые сегодня будут выступать, я могу лично дать руку на отсечение, это все люди, кто торгуют на реальных счетах. Здесь, ребята, есть много, кто у меня учился. И люди, которые действительно сегодня будут выступать, просто отнеситесь к этому серьезно. Здесь ребята, которые выступают, нету демо-трейдеров, всех лично я знаю. И это люди действительно подготовили хорошие презентации, там покажут реальные счета у нас сидят. Все управляющие, кто у нас работает, вы можете посмотреть их сделки. Просто если вы действительно пришли сегодня получить качественную информацию, вы ее сегодня получите. Никто там не будет никому втирать, как все круто. Рынок тяжелый, на рынке выживает единицы. Я уверен в одну вещь, что вы сегодня и от Азиза, и от Дмитрия, и от Натальи, и от Влада, все ребята, именно кто будут выступать, это все ребята, кто торгуют. Я всех персонально знаю, я знаю, как они торгуют, я могу про их стиль торговли рассказать. Поэтому отнеситесь к этому серьезно. Мы сегодня постараемся сделать, чтобы мероприятие именно проходило профессионально. Я приготовил тоже файл, он не будет ни о психологии, ни о чем. Я привез вам, покажу 20 сделок абсолютно различных людей, которые торгуют, которые кто-то от уровня торгуют, кто-то по-своему торгуют, чтобы вы посмотрели, какие хорошие сделки, какие плохие. Поэтому я сказал, мы сегодня постараемся, так как публика, мы надеемся, собралась профессионально, и действительно люди хотят. Мы сегодня постараемся именно провести все в профессиональном ключе, чтобы вам было интересно, там, поменьше как бы рассказывать, что все круто, потому что все знают, что это не совсем круто, тяжелый вид бизнеса, и вас остается меньше и меньше. Ну, как минимум, если мы сможем делать такие встречи, где вы сможете послушать людей, которые показывают хорошие результаты и сможете чему-то научиться. Какие-то файлики, если будут, если действительно вам понравится презентация, потом Лена вам скажет, какие презентации мы можем предоставить, какие презентации не сможем. Ну, например, набор сделок я смогу предоставить без проблем, вы сможете посмотреть, это люди, кто у меня торгуют. Задавайте вопросы, что я могу еще сказать. Ну, давайте тогда будем начинать. У нас Оля сегодня первый день, она стесняется, давайте ей поаплодируем. Поддержим ее. Оля, да, Ольга, Ольга как раз наша сотрудница, это не специально девушка, которую наняли для ведения этого мероприятия. Она немножко стесняется, да. У нас, кстати, еще сегодня будет очень интересные вещи. Я задам первый вопрос, просто, чтобы я к этому подготовился. Вопрос один, кто бы хотел у нас работать? Внимательно, вопрос один, работать, не торговать, а работать. Поднимаем руки. Мало рук? Шансов мало будет, да. Я потом вам в конце, да, я в конце объявлю, какие у нас есть вакансии, и после этого мы с вами пообщаемся. Все, всем хорошего семинара. Я пошел ждать своей очереди, я буду самый последний, чтобы вы не успели разойтись. Еще буквально полминуты хочу поблагодарить всех наших зрителей, кто смотрит данную трансляцию в онлайн. У нас зарегистрировалось более тысячи человек на просмотр. Спасибо, что вы с нами. Уверен, вы все сидите с бокалами шампанского. Всех с днем рождения.